В садах под Тирасполем собрали последние НЛО в этом году. Сорт плоских персиков, похожих на летающие тарелки, называется Уфо-3. По-английски это означает НЛО. Плоды по-неземному сладкие и ароматные. Это финальный сбор, потом деревья будут отдыхать до следующей весны. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Едва рассвело и в садах под Тирасполем зашуршали листья. Галина с коллегами спешно собирает персики. Нужно поторапливаться с каждым часом. Температура поднимается сразу на несколько градусов. К полудню из-за палящего солнца воздух здесь будет практически плавиться. 38, извиняюсь, только в тени, а здесь на вышке все 45, наверное. Не могу сказать точно, потому что градусник с собой не носит. Урожай плоских персиков созрел, но плоды еще плотные. Агрономы всегда оставляют небольшой запас, чтобы персики не перезрели и не потеряли товарный вид. С этих деревьев за полторы недели собирают уже четвертый урожай. Плоды поспевает не все сразу, а частями. Этот сорт называется Уфо-3. По-английски это означает НЛО. Персики сплющенные и поэтому и вправду чем-то напоминают летающие тарелки. Его особенность это маленькая косточка, мясистость плода вокруг кости большая. То есть основная масса его съедобная. Мякоть сама по себе имеет в основном это белый цвет. Вкус... Ну какой вкус вы бы его... Попробуйте. Какой вкус? Я бы сказал, что ближе к сливовому. Но все же фрукт ценят не за форму, а вкус. А он действительно неземной. Очень сладкий, медовый аж прямо вам сказать. Я даже не знаю как сказать. Это надо только пробовать. Персик-пончик, тыквенный персик, инжирный персик, парагвайский персик, белый персик, персик с кремом и даже ирландская вишня. И все это о нем. О плоском персике. Уфа-3 это испанская селекция плоских персиков. Урожай собирают пятое лето подряд. Деревья щедрые, фруктов много. Некоторые ветки даже прижаты к земле под весом персиковых гроздиев. Но это явление краткосрочное. Сейчас плоды оборвут и отправят на склад. Оттуда сразу на продажу. И сейчас уже весь оставшийся персик набрал у нас нам нужный цвет торговый, набрал спелость. Его нужно уже собирать с дерева. Пользуется спросом. То есть все будет реализовано на внутреннем рынке? Да. По соседству с персиковыми плантациями собирают урожай абрикосов. Сорт поздней дачи. Кисло-сладкая с приятным оранжевым оттенком кожуры и мякоти. Идеально подходит для компота, варенья и джемов. Единственный минус – крайне низкая урожайность. Всему виной погода. Большая часть у нас померзла на дереве. То есть то, что мы видим на дереве, это, наверное, остаток процентов 30-20 от того, что должно быть. Примерно 60-70 процентов урожая было скошено морозом, так как это был как раз период цветения. Деревья, с которых сейчас собрали урожай, готовятся к продолжительному отдыху. До самой весны. Но фруктовая жатва под Террасполем еще не завершилась. Впереди уборка нектаринов и яблок. Юрий Чанявский, Данила Кузьменко, ТСВ. Юрий Чанявский, Данила Кузьменко, ТСВ. Юрий Чанявский, Данила Кузьменко. Продолжение следует...